Он... он странный. Говорю, что мы едем ровно в машину. Слова он наполовину неправильно детектит просто. Ну еще делать какое-то дерьмо он может, например. Порастут прям, физически. То есть все в этом направлении двигаются, потому что ты прав. Всем привет! И сегодня... сегодня мы в очередной раз с Мишей обсудим, ну, на самом деле максимально интересную, актуальную тему. Мы сегодня поговорим про искусственный интеллект и как он вас вынесет с работы. Каких людей скоро вы будете ходить по улице и обходить стороной этих самых бомжей, никому не нужных людей. Кто следующий? Так что, Миша, ты готов? Это Миша Ларченко, у него есть свой канал, все ссылки в описании, а мы полетели. Что мы успели пройти за все это время? Смотри, аж с 1950 года с машины Элана Тьюринга мы полетели через Artificial Intelligence, IBM, Deep Blue. Помнишь такой? Был. Вроде бы. Обязательно. Да, который в шахматы умел играть. Вот. А дальше Apple со своими крутыми штуками, встроенными в телефон. И вот уже 2014 год AI, колонка от Амазона, которая умеет с вами разговаривать. Это же изменило все, да? Вы же говорите, Сири, говорите привет, Сири. Вот. И так далее, и так далее. И вот, смотри, 2020 год. Мы уже искусственным интеллектом изучаем и определяем максимально быстро, даже через телефон, ковид. И вот еще чуть-чуть и OpenAI GPT-3 релизнут. И на нем сделано множество приложений, его можно использовать. И на самом деле многие компании сейчас сливают свои AI-разработки в Open Source. А знаете почему? Знаешь почему? А? Нет? Без понятия. Потому что не найти разработчиков. Вот. Очень простой ответ. А все по очень простой причине. Людям тяжело втянуться. Есть какой-то большой барьер с людьми на улице. И люди, которые реально делают искусственный интеллект, что-то прокачивают, двигают на следующий барьер. И неважно, какой у вас крутые технологии, если их никто не знает, они никому не нужны. Вот. Поэтому их сливают в Open Source и с помощью лаборатории разных университетов вовлекают новых и новых новобранцев в это вот дело. Короче. Я же о чем хотел с тобой, Миша, поговорить? Про работу. О том, как люди будут вылетать с работы. А смотри. То, что предсказывают Customer Service, да, вот эти колл-центры, ну, если помнишь, ну, ты, возможно, не помнишь, но в России есть такой бот-автоответчик от Тинькова. Я не помню, он Олег называется. Бот Олег. Который на входящие звонки что-то сам там отвечает. Потому что есть такие спамеры, которые звонят и говорят, а не хотите купить там что-нибудь? И продиктуйте номер вашей карточки. Вот. И бот Олег с этими ребятами справляет. Слышал про такого? Да, слышал. Ну, я же читаю новости про российское IT. Серьезно? Конечно, обязательно. Я все новости читаю. Да. И как тебе вот такая штука автоответчик, Олег? Ну, смотри. Если ты вспомнишь, Google пару лет назад показывал, что у них есть не автоответчик, а секретарь, который вместо тебя может звонить и там назначать встречи, договариваться на какие-то... Букать столик, грубо говоря, в ресторане. Он прям звонит. Я помню, что они презентовали именно букать столик, но я думаю, он был полностью зафейкан на эту демку. Не, ну демка, понятно, чтобы она не зафейлилась в процессе. Но сама идея того, что компьютер может делать базовые вещи со звонками. Он может и принимать звонки, он может отвечать на них. И простой пример, не звуковой, правда, это боты, которые сейчас вместо... Вот в чате, вместо людей тебе помогают условно. Ты там пишешь в DHL, где моя посылка, отправляешь им код и бот сам находит и присылает. Тут, конечно, AI по минимуму, но общая идея в том, что в этом направлении уже двигаются вот с текстовых чатов, начиная. Я, кстати, помню, знаешь, это как критика вот этих ботов, которые звонят и столик заказывают. критика заключалась в том, что он пытается по сценарию идти, типа, подскажите время и пытается вычленить, скажите номер, они не могли бы повторить дату, ну, такие какие-то штуки. А люди такие, ах, и бросают телефон просто. И у гугла, я помню, были люди наняты, которые в этом случае, если бот попытался несколько раз, его там дропнули по дороге с его скучными вопросами, то включался чувак уже с колл-центра и там такой, типа, давайте я разрую. И вот в каком-то таком режиме оно работало. Ну, оно хотя бы работало тогда. Я уже давно про это не слышал, думаю, что гугл забил немного на это дело. Да, гугл понял, что просто людям впадло там сидеть, слушать вот эти очень культурные речи, когда людям нужно, мне нужен столик, все, когда, тогда, все, отлично. А вот такой, извините, пожалуйста, уважаемый сэр. Да, ну, профессии, как колл-центр или тот же секретарь, то это те профессии, которые достаточно легко заменить, хотя бы частично. Уже сейчас, то есть не там где-то в будущем, а прямо сейчас ты можешь принимать звонки, если кто-то хочет тебе назначить встречу. То есть твоя задача распарсить голос. Опять-таки, зачем ты моя? Ты парсишь голос, вычленяешь просто там время, место. Мне недавно вот стала задача вот в похожую тему про секретарей. Я не знаю, я с друзьями созваниваю, сделаю звонки, и мне иногда интересно сделать разбор, о чем мы там наговорили, о чем мы там договорились. Когда много разных людей, и мы раньше так записывали, типа делали пометки, типа важно, не важно, каждый сидел, делал пометки. А я подумал, а что если мы вот просто поговорим, включим запись голоса где-нибудь на каком-нибудь девайсе, а потом кинем какой-нибудь нейронки, и что получится? Насколько аккуратно она это сделает? И я реально был удивлен, я нашел просто в опен, ну как бы типа лазил на сайте, нашел просто сайт, который умеет voice decoding делать. Я туда ему скормил, он там попыхтел немножко там пару минут, и выдал мне вот прям стенограмму, типа персонаж один говорит, персонаж второй говорит, он там разложил на персонажа. Я посмотрел, что он там по тексту давал, ну прям супер литературно, супер аккуратно, точки, запятые, все везде стоит, и я прям такой, вау, вот это уже нужная штука, я могу книги писать таким образом. Сели параллелом, поиграли. Так и делает, она вместо, если надо большой текст написать в заметке на айфоне, или большое сообщение, она включает там голос, просто говорит по-русски, и он текст там все записывает, тоже запятыми, с точками, с устательными знаками, достаточно корректно. Да, и я думаю, что да, профессия писателей, она будет претерпевать разные, разные новшества. Если вы не используете нейронки для того, чтобы писать свои книги, вы вылетите. Или журналисты, напрягитесь, там, хватит писать свои маленькие статьи. Ну, в угла, вот, позвольми ютубчик, я заливаю видео, он же сам субтитры на твоем языке делает. Да. При том, что у меня вроде бы нормальная речь, но мои слова, он наполовину неправильно детектит просто. Если включить автосубтитры, там какая-то херотень. Мои тоже. Я смотрю и такой, боже, 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 как плохо. Но вот эта нейронка, которая просто кастомная какого-то там Васи Пупкина в интернете, вот она сделала все хорошо и точки расставила. Я был удивлен просто по сравнению с гуглом, это был какой-то next level вообще. И я понимаю, что гугл это прям вообще не показатель качества перевода. У ваша большая проблема. У них есть свой тензор чит, ну, они же пытаются за Эплом идти и тоже все свое. Но он, он странный. А у Эпла, вот если брать как основу, с которой гугл пытается копировать, у них же есть эти искусственно-интеллектовые ядра, которые могут использоваться в процессоре. И они работают классно. Судя по текущим трендам и событиям в IT, нейронки и искусственный интеллект будут только набирать обороты. Поэтому специалисты по работе с ними уже сейчас нужны почти в любой отрасли. А в России им готовы платить около 200 тысяч рублей, а на западных рынках еще больше. Стать дата-сайентистом и влиться в IT реально для этого нужно приложить некоторые усилия, упорно учиться, делать домашки, общаться с практиками и не забросить на полпути. И онлайн-школа SkillFactory дает такую возможность. Ты можешь освоить профессию дата-сайентиста на программе, созданной в коллаборации с МФТИ, а это ведущие вуз страны. Так что это крутая возможность получить качественные знания и самое главное применить их на практике. Все обучение строится вокруг реальных кейсов. От компаний-партнеров, таких как Сбер, ВК или Алиэкспресс. Ты получишь опыт работы и сформируешь портфолио уже во время учебы. А подтверждением твоих навыков будет документ от МФТИ. Ты не переживай, если ты новичок. Программа ориентирована на обучение с нуля. Ты сможешь самостоятельно выбрать и время, и темп обучения. А на протяжении всего курса у тебя будут опытные менторы, которые тебя будут поддерживать из различных IT-компаний. А центр карьеры поможет составить резюме и трудоустроиться по новой профессии, что очень круто. Нейронные сети уже сейчас активно меняют привычный нам мир. Так что, если ты хочешь работать в интересных проектах и иметь финансовую свободу, то оставляй заявку по ссылке в описании или по QR-коду на экране. А по промокоду Малькевич у тебя будет скидка аж 45%. Так что, мы продолжаем, а ты подумай. Про искусственные ядра я на самом деле подумал, что они же туда скорее всего хардкодят какую-то нейронку уже натренированную. Вряд ли она там прямо в чипе тренируется и там доучивается. Это маловероятно. Скорее всего, один чип, один кейс. Ну, как-то так. То есть, я думаю, что он хорошо может лица распознавать. в 14-ом Pro айфоне уже дополнительный и чип для изображений только добавился. Бля. Куда мы идем, ребята? Куда мы идем? Восстановите планету, я сойду. Больше процессоров. Ох, ну, это хотя бы будет какая-то гонка AI-чипов. Видимо, в ближайшие годы камеры уже все, хватит. Короче, я хотел немножко еще проговорить. Потому что у меня есть тоже свои какие-то штуки, которые я нашел и меня они реально поразили. Они поразили мое воображение. Я сейчас быстро проговорю. Смотри, ресепшены, понятно, там, где у нас есть люди, которые просто говорят привет, проходите, покупайте, даже магазины можно автоматизировать. Ты пришел, ты вычленил человека, посмотрел, что он набрал в корзину. На этом всем как-то можно распознать, найти QR-коды и отсканировать дополнительно как-то еще бейконы какие-то повесить. Ну, короче, если магазин немножко протюнить, то мы получим, что правильно, как в Амазоне магазин. Ты зашел, набрал покупку, вышел и он сам тебе с карточки списал. Все супер, Безос вообще радостный, ходит, блестит своей лысиной. Это все фигня, потому что у нас есть Elon Musk, да, вот, а он что, а что он делает, что он делает? А? Робота. Он же, во-первых, робота делает, во-вторых, он основал OpenAI и всем рассказывает, что AI-то плохо, AI-то там как-то контролировать. Вот, я его специально для этого слайда добавил, чтобы объяснить, что, ну, Musk ходит и говорит, AI-то плохо, плохо, внимательно, ребята, AI-то не самая крутая штука на земле, это с ним есть проблемы. Вот, смотри, какие проблемы. Ну, например, мы можем заменить курьеров, то есть, Яндекс активно пыхтит, чтобы потиху заменить курьеров, где правильно, в Америке. В Израиле. Да, и в Израиле. Ну, я видел этих роботов, они мне доставляли еду, я за ними ходил, смотрел, как они ездят по дороге, я ходил по снегу и смотрел, как она по снегу ездит. По снегу тоже ездит. И прикольно то, что люди им помогают. То есть, если они видят, что такой робот застрял, они реально там пойдут, ногой пнут его там, что-нибудь как-нибудь. В общем, кейс хороший, рабочий, но смотрите, курьеров дофига. Со времен ковида курьеров стало, наверное, в раза три больше. То есть, эти бизнесы кричали все, что они вообще в космос растут, надо срочно бежать в курьеры или делать какие-нибудь приложения по доставкам. Вот. Второе. У нас же есть еще самоездящие телеги, и когда все вспоминают про AI, я думаю, на бытовом уровне, то все сразу вспоминают, о, у нас же скоро будет автопилот, Тесла там, туда-сюда. Но кроме Теслы делает Яндекс, делает Вайоми, и ее, ну, короче, гугловская вот эта штука. Они же тоже делают автопилоты. Убер там соревнуются. То есть, там много компаний, и все по-разному пытаются все делать, размечать как-то и туда-сюда. Но там с этим есть вопросы. Я неожиданно поговорил с инженерами Яндекса Телег, которые вот эти, да, я с ними поговорил, и они мне рассказали пару кейсов, где роботы не справляются. И объяснили, почему они считают масковский автопилот говном. Но они сказали, представь, ты едешь по снегу, ну, вот нету разметки, просто, ну, насыпал свежий снег, которым ничего не видно, просто ровная дорога. И у тебя белая стена впереди. По фотографии, куда ты поедешь. В стену. Куда-то в белое. Да, то есть, роботу по фотографиям нужно видеть горизонт. То есть, если он не знает, где горизонт, то все. Он теряется в пространстве и делает, что хочет. Ну, там немного все сложнее. Там же стоят лидары. Лидары сканируют, и я не знаю, У Теслы нету лидаров. У кого? У Теслы нету лидаров. Есть лидары. Есть лидары? Самый большой лидар был впереди, он был черным, если ты вспомнишь самую первую Теслу С, у нее был страшный перед такой с черной глянцевой. Да, да, это был огромный лидар в самой первой версии. А, я не знал, я думал, они без лидаров ездят. Не, они с лидарами, но я тебе сейчас сразу расскажу, что пока мы далеко не ушли. Я же брал Теслу 3 на тест-драйв. Да, да, я ездил. Я ездил, естественно, с этим чуваком, он мне все показывал, и мы встали на светофоре, и машину справа, от нас справа стоял мини-купер, ее просто не увидело. То есть, на компьютере на экране показывало, кто вокруг нас стоит, и справа не было никого. То есть, она его вообще не отдетектила. Так что, ну, может, уже пофиксили, это было года 3 назад, но... Мне рассказывали, как пользоваться парками аттракционов. Я боюсь кататься на горках, ну, вот такая вот у меня фобия. А мне сказали, если ты аттракциону не доверяешь, то на нем страшно ездить. Ты садишься такой, он меня убьет, все, тебе гамон. Но когда ты решаешь, ну, убьет и убьет, я ему верю, все нормально, там пофиг, что мы там 200 километров в час летим лицом к земле, все окей, так и должно быть. Вот. Тогда все нормально, и мозг как-то так отрабатывает. Я, на самом деле, с такими мыслями страха сел в Яндекс.Телегу, я на Яндекс.Такси там катался, где впереди водителя нет. И, знаешь, я еду, смотрю, что мы едем ровно в машину. Вот, припаркованная машина, и мы ровно в нее летим. Просто он еще скорость набирает. Я думаю, ну вот, вот и все, вот и покатались. Ну, он так чик перестраивается, но это очень жуткий момент, когда руль сам там подкручивается, когда ты уже готов там к столкновению. Вот. И, ну, люди, конечно, говорят, что вот еще чуть-чуть автопилот, но я не верю вот в ближайшем времени в автопилот такой полноценный, где-то я вызову там Яндекс.Такси какой-нибудь, или там Болт, или еще что-нибудь, и меня реально куда-нибудь завезут без человека. Я еще верю, что человек приедет, будет сидеть бездельничать. Вот. Но без человека, ну, не ближайшие пять лет. Сто проц. Я был очень оптимистичен по этому поводу, особенно когда Маск сказал, что они будут Tesla 3 лизинговые, не перепродавать, а будут открывать свой сервис, где они будут как такси. Я помню, что я думал, вот, лет пять осталось, и машину продам к чертям, буду вызывать Теслу, она без водителя приехала. Прошло уже три года, ничего не поменялось, начинают запрещать этот автопилот еще больше, я такой, ну, наверное, это не работает вообще. Да, я думаю, что они столкнулись с нерешабельной проблемой, и их оптимизм упал, потому что они на самом деле очень тихо так перешли на роботов. Они везде рассказывают про роботов, я смотрю, так за Маском слежу иногда. Вот. Он везде рассказывает про роботов, а про автопилоты, машины, он такой, типа, ну, там, типа, что-то есть, мы что-то там обновим к концу года. Я думаю, все слилось. Может, ему уже не интересно просто. Не, я думаю, что просто они не могут это сделать, и я думаю, люди начинают что-то подозревать. Но роботы, роботы тема, смотри, потому что роботы, они на заводах, роботы делают машины, роботы делают других роботов. И вообще, я на самом деле, у меня есть друг, который колхоз купил. Так вот, я покопался в теме колхозного земледелия и узнал, что они там используют, и роботов там вот прям немало. Ну, то есть, если... Фермеры очень активно инвестируют в искусственный интеллект, всякие чипы, датчики, и пытаются по максимуму все автоматизировать. Там все автоматизируется, ну, требуют ресурсов, но там целые там команды работают, ни одного стартапа делают им сказку. Вот. То же самое с домами, прикинь, если раньше у нас были 3D-большие принтеры, которые печатали дома, то в целом люди подумали, ну, окей, мы же можем распознать, куда что положить, кирпичи, это кирпич, это не кирпич, ну, типа, просто банальное распознавание, паттерн-мэчинг, типа, это кот, это человек, этого не бей, вот. Ну, и он в целом собирает дом. Ну, по крайней мере, я видел таких 5 стартапов в Америке, которые активно собирают дома. Оно выглядит примерно вот так, и оно работает уже сегодня. Ты реально можешь купить такой дом. Вот, просто пойти заказать себе, приедет робот, его соберет за неделю. И все. Но куда как круче, это роботы-готовщики, ну, то есть, казалось бы, поваров же не автоматизируют с мишленовскими звездами. Ты вот кушал в мишленовском ресторане когда-нибудь? Нет, у меня тут тьма, но я еще ни в один не сходил. А я в один сходил. И знаешь, я был разочарован. Ну, я думал, о, мишленовские звезды, там будет что-то невероятное, я там поем чего-то такого, чего я еще не ел ни в одном ресторане. И нет. Я был разочарован. И я пообщался с поварами разными, то есть, владельцами ресторанов. И я понимаю, что в целом вся их команда готовщиков вполне нормально автоматизируется роботами-руками. И я чуть попозже расскажу почему. Почему я так думаю, что со временем мы все равно поавтоматизируем и рестораны, и кофейни, и с большего почти все автоматизируем. Конечно, не вот так оно будет выглядеть, но чуть-чуть более автоматизировано под роботом. Но даже Дисней, вот, я люблю Дисней, я обожаю Дисней, потому что у них есть Дисней Ресерч, такой сайт, они публикуют свои исследования в области искусственного интеллекта, всяких вещей, и там есть такая крутая штука, они пытаются автоматизировать нейронками эмоции актеров. То есть, банально, ты берешь известного человека, даешь ему просто прочитать текст, он его просто читает, и они дальше нейронками патчат ему лицо, эмоции, глаза, улыбки, и дотюнивают до того, что он может вести себя как профессиональный актер в кадре. И ты думаешь, блин, ну в целом любой теперь может быть актером Диснея. Вот прям будет супер-пупер круто. И оно уже сегодня работает, то есть, это не что-то, что когда-нибудь Дисней внедрит, он внедряет это в каждый фильм. Так что, знай. Не каждый актер там должен быть профессионалом, может быть, просто чел с улицы, если это Дисней. Это же целый рай для родственников умерших певцов. Да и актеров тоже. Это же теперь они мертвые могут сниматься в кино и петь песни, вот как Тупак концерт давал. Ну или как Микл Джексон, он уже там все еще выступает. Да, да, да. И получается, что, в принципе, ты можешь новую музыку тоже, по сути, можно не писать. Одну и ту же можно теперь годами петь, концерты устраивать, там будет голографический AI-чувак, прыгать и будет работать. Да, да. И при том, что музыку тоже можно нейронками писать. То есть, я следил за группой Black Eyepiece, да, там они были популярны в какое-то время. Так вот, у них есть продюсерский центр, где у них уже накоплено много нейронок, и они просто берут любую мелодию, закидывают в нейронку, она их патчет там еще какими-то вариантами, и они, по сути, делают то же самое, что делает Миджорни. Они закидывают разные сэмплы, нейронка выкидывает в какие-то варианты, они такие, о, этот неплох, этот неплох, и вот так вот собирают песню. В целом, у Яндекса есть нейронка, которая рифмует. Ты можешь закидывать тоже ей рандомный текст, и она делает какую-то стремную рифму. Но в целом, сам процесс написания песен и битов, он плюс-минус частично автоматизирован. То есть, я думаю, у лейбов есть уже какие-то такие более продвинутые проги. Нам они недоступны, потому что они вряд ли лежат такие на гитхабе в опенсорсе, зашел, скачал, собрал себе лейбл. Но, оно движется. И вот как раз про это мы и говорим. Но тут же еще такая штука по поводу музыки AI. Чувак же нагенерил с помощью искусственного интеллекта год назад, или когда в одном миноре все возможные звуки вообще выложил в опенсорс. И сказал, что его искусственный интеллект может нагенерить вообще все. И получается, что создание музыки будет проще, плюс с копирайтами не будет проблем, потому что уже нагенерено все, и если ты типа придумал, то как бы это не ты придумал, вот оно бесплатно. Так что есть. И по поводу нейроночек и музыки и текстов кто-то делал. Я уже забыл. Но тексты можно тоже писать, уже там люди пробовали. Они прям генерят, они скармливают музыку искусственному интеллекту. И он по этой музыке пишет текст, чтобы он под битые попадал, под ритм, вот это вот все. И появится наверное целая веха вот этих вот музыкантов, искусственных интеллектчиков, которые не будут вообще ничего писать и тексты, они будут просто свое лицо подставлять. И AI будет эмоции рисовать. Вот тебе клип, вот тебе музыка, вот тебе музыка и все, все. Блин, ну ты думаешь, что они появятся? Я думаю, они появятся очень быстро. Я думаю, Эд Ширин это такой чувак. Ты думаешь, почему он так быстро песни придумывает? Все, мы его раскусили. А, ну это, не, это ж попса, это как в анекдоте, да, я пока от кровати до туалета дошел, три удачных альбома сочинил. Поэтому. Ну, в любом случае, я, кстати, слышал еще от ребят, что есть задачи наоборот. Ну, вот у тебя есть музыка и ты ее в обратной части разбираешь на отдельные составляющие. То есть делаешь декомпозицию обратно, мелодия, бит, музыка, голос, ты просто разобрал и дальше можно там уже что-то еще дополнительное делать. И ребята работают в эту сторону и есть тоже уже куча-куча-куча всего в OpenSurfing, которое в целом позволит себе такой редактор собрать. Ну, почему ритм, например, прикольный? Ты вынес ритм, можно ролик нарезать теперь под ритм? Что, в принципе, Apple и делает на своих устройствах, но правда калечно. Как умеет, подожди, надо еще натренировать. Я думал, блин, ну вот, в целом все, что нужно, чтобы делать прикольные клипы. Заливаешь там каких-то рандомных роликов, а тебе там берет музыку, там что-то генерит. Ты потом еще сам чуть-чуть правишь и отлично, и все, полетели. Но нет, Apple бросил это на полпути. Короче, что-нибудь сделай, кто более заинтересован музыкальной индустрией. Эх, я заинтересован, но у меня просто нет времени. Когда-нибудь запущу свою группу. Open AI. С одной стороны, у нас есть большая-большая индустрия всяких роботов-телег, больших девайсов. Куда в целом нереально зайти? Ну, то есть, если подумать, ну, собирать дом, тебе надо много ресурсов, тебе нужны какие-то рабочие, там, какой-то полигон, кто-то должен все это спонсировать, чтобы просто потестировать. Знаешь, как разработчик, тебе нужны уже кирпичи, реальный робот, и ты такой, типа, каждый там запуск приложения, маленькая правка, тебе надо заново дом собирать. Вот, ну, это же капец. Есть же намного больше, более продвинутые штуки. Тот же Open AI предлагает нам Дали. Вот, я про него, на самом деле, давно знал, но недавно просто переоткрыл его еще раз, такой, типа, вау, оно так работает, офигеть, офигеть, это круто. Потому что, ну, блин, это же круто, это прикольно. Вот эти мышки. Я про это расскажу. У меня был еще локально установлен такой генератор, не дали другой, бесплатный. Ну, я MidJourney спробовал, поигрался с MidJourney, ну, вот это вот всякое постапокалиптическое, то, что он там генерит, это просто трэш. Но это можно просто бесконечно залипать, а так как там, это в Дискорде, люди постоянно нон-стопом генерят, у меня был, просто, знаешь, как терапия, открываю, и листаю, и там, вау, просто какое-то каждый раз что-то новое, там не повторяется ничего. Ну, типа, Nike, вот это, вот это, ну, это же прикольно, все нейронками. Ты написал просто предложение. Давай тут немножко остановимся. Давай. Начнем с того, что я, давай я скажу, что я думаю по этому поводу. Я думаю, что художника это не заменит. Проблема искусственного интеллекта при рисовании картин в том, что когда рисует художник руками, он видит какую-то идею, он хочет что-то донести, и чаще всего люди, которые потом смотрят на эту картину, так или иначе с большего понимают, что художник хотел ей сказать. Когда рисует AI, ты ему вроде бы задаешь, причем я пробовал с большими предложениями, прям четко там, дословно, какого формата должна быть картинка, вот это все, ты все равно получаешь не совсем то. То есть ты на это смотришь, да, это похоже на мою идею, но оно лишь похоже отдаленно. То есть, если бы я сам рисовал, я бы идею передал. А здесь оно вроде бы и передано, но неправильно. И я вот использовал локальную программу, она Deep, что-то называется. Она только для macOS, она качает 5 гигабайт данных обученных, и потом генерит локально все. И она генерировала чуть лучше, чем все эти Дали и все остальное, наверное, и быстрее, потому что, наверное, компьютер мощней. Но все равно получалось все время, во-первых, получалось не совсем то. У меня есть в ролике, я сказал, что сделай мне два Android-телефона без Google-сервисов. Тоже подробно написал. Оно сделало мне телефон, это похоже на Android. Но ты все равно видишь там что-то похоже на YouTube, то есть оно вот это пропустило без Google-сервисов. И такой, ой, Google-сервисы, я понял, сейчас накидаю. То есть не хватает, наверное, немного парсинга деталей. То есть ты задаешь вроде четко, но некоторые слова оно как будто игнорирует. Ну, мне кажется, что это поправимо, потому что я реально зашел в Миджорни, я офигел просто от того количества трафика, который там идет. Просто я пытался что-то написать, и пока я писал, там вот так вот просто лента летела, там уже писатели такие. Там же теперь есть новая фишка, это не художники, а артисты, которые иконки всякую такую фигню рисуют, персонажиков маленьких, всякие лут-айтемы, они там прям пишут, у них уже там натренирован мозг, чтобы правильно под нейронку собирать предложение. Они вот нон-стопом генерят, и я потом свою картинку искал, наверное, час. Вот я просто сидел и искал, куда она там улетела, потому что у меня как-то, я запутался в интерфейсе, но в любом случае я подумал, блин, ну они же, во-первых, берут бабки с этих людей, они как-то тренируют нейронку, и она же тренируется в процессе того, как они пишут предложение, они выбирают там из четырех вариантов, и она с каждым разом чуть-чуть должна быть лучше, и еще чуть-чуть, и еще чуть-чуть. У меня есть предположение, что если эта тема продолжит развиваться, то вот мы получим не вот этих 3D-артистов и артистов, а мы получим людей, которые очень оптимизированно пишут предложение в поиск. Ну это как, это как писать код, знаешь, автоматически генерация. Тебе настолько подробно описать код, который ты хочешь получить, что быстрее его написать самому, нежели описывать просто с предложением. Блин, ну ты ломаешь мой следующий панч, потому что я хотел еще зайти к копайлоту гитхабовскому, что ну, казалось бы, кого-кого, а вот программистов не автоматизируют. Да я думал, художников и дизайнеров никогда не автоматизируют, но мы видим, что видим. Они потихонечку... Подожди, тут же еще такая штука, что AI на самом деле это большой фейк. Я специально позвал товарища, который шарит в этой теме, помню, мы сидели на балконе, и он мне рассказывал, как это все происходит. Ведь AI сам по себе это подгон обучение под необходимый тебе результат. Потому что AI уже сам не обучается. Ты ему говоришь, что вот такой коэффициент окей будет, а вот такой коэффициент будет не окей. И потом тюнишь. По сути, ты все время... И нейронка твоя для изображения, она будет рисовать что-то, что оттюнено другими людьми. То есть, они решили, что вот так должно быть, а я хочу по-другому, но мне не дают поменять вот эти коэффициенты, чтобы AI для меня лучше делал. То есть, по сути, это просто как бы такой... Около математика, только в математике у тебя есть четкий результат чаще всего, а здесь ты как бы примерный результат. Ну, это как аналоговые компьютеры. То есть, мне вот было интересно, как они работают, сидел, разбирался. Тут типа, ну, ты там колесики, всякие шестеренки крутишь, все как бы здорово, но из-за того, что земля крутится, там, что-то где-то вибрирует, она там никогда тебе точный результат не даст, даже если ты все математически идеально рассчитал, идеальные детали выпилил, вот идеально все повернул на правильные углы, оно чуть-чуть дернулось, и все. Ты никогда не можешь стопроцентный результат получить, и зачастую на аналоговых компьютерах ты не можешь никогда получить один и тот же результат, вводя одни и те же показатели, и вот в этом есть прикол. Да, как это не функциональное программирование. Давай более предметно поговорим еще про нейронки, потому что мне эта тема кажется не исследована до конца, особенно нами. Давай. Помнишь, я тебе кидал Clockwork, который позволяет делать ноготочки девочкам, и я, я на самом деле подумал, а как эту штуку купить? То есть я подумал, ну, наверное, они же вот сделали робота, они его продают, можно зайти как в App Store и заказать себе домой, а вот реально они его не продают, прикинь. Вот. Они по франшизе, ты можешь в Америке открывать центры, покупать робота, ну, как бы в рамках Clockwork, да, но себе лично и в какую-то свою студию ты не можешь. Но я подумал, а ты знаешь, сколько девочки берут даже в Минске за ноготочки, за то, что их покрасить ноготочки? Твои предположения. Не понятия, я жену прошу. Приезжай в Минск, тут всего 70 долларов и ты уже с отличными ногтями пойдешь дальше за часа два. Два часа 70 долларов. ну, тогда недорого, 35 за час. Ну, да, ну, так, относительно, ну, как бы, девочки в целом заносят, то есть я прикинул, что если этот аппарат стоит, там, пускай там 8 тысяч долларов, он просто за пару месяцев окупится. Он делает ноготочки за 8 минут, в среднем большинство девочек устроит его качественно, поэтому, вообще, отличное вложение. Но, я думаю, что сейчас вот они выпустили, сейчас очень много инженеров, всяких ребят на кикстартерах посмотрят, как это все гипотетически сделалось, соберутся командами, начнут выпускать похожие штуки. Как вышел Clockwork, я сразу нашел робота, мне кто-то в рекомендацию закинул в фейсбуке, который умеет, знаешь, что делать? Макияж. Я такой, воу, 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 полегче, полегче. Просто макияж, это вообще тема. Это, это такой, типа, грязный прототип, я видел уже продакшн-реди-версию. Там, где ты вставляешь лицо, вот так вот, ты его туда вставляешь, в аппарат. И он зажимает себе голову, чтобы ты не шевелился, и уже распознает, это глаза, это брови, это все, и он так чик-чик-чик-чик-чик-чик. Работает. Ну, не так оно выглядит. Да, вот будет такое. Не, оно не так выглядит. Блин. Исчезни. Вот. Оно не так выглядит, но, в целом, как бы, ожидаешь вот такой результат. Робот-пытальщик. Но, я думаю, даже фейс-тюны, типа, когда, знаешь, на Хэллоуин разрисовывают лицо, даже таких ребят могут вот в ближайшее время автоматизировать, просто люди, которые начнут копировать идею Клокворка с ноготочками. Вот. Просто заодно снесут и все остальные рядом стоящие индустрии, потому что это очень похоже. Тебе нейронка нужна только распознать, где находятся объекты, а дальше простой, типичный робот, который просто делает какую-то одну и ту же задачу по шаблону. Так что, ну, мы с друзьями, вот если ты собирался и обсуждал нейронки и фейк, мы с друзьями обсуждали, выгодно ли покупать робота-баристу или нет. Ну, роборуку вот такую, которая просто на настоящем аппарате варит. Она же стоит, как думаешь, сколько? Рука вот эта. 8 тысяч долларов на самом деле стоит новая. 8 тысяч долларов. Но мы посчитали, за год, если ты поставишь роборуку, которая будет готовить просто на обычной кофемашине кофе, она окупается. Она окупается, как минимум, и ты ее всегда можешь продать. А баристу, когда ты ему платишь зарплату, ты не можешь. И в этом вся фишка. Я думаю, что потихонечку, из-за того, что кофейни настолько популярны сейчас, эти роботы нет-нет, начнут внедряться. Хотя, есть же просто кофемашина, где кнопку нажал, она приготовила. Вот. И их реально начинают покупать и даже даром тебе давать. То есть, я знаю много компаний, которые готовят тебе просто эту машину, готовящую кофе, как на заправках, просто дать, чтобы она у тебя стояла и чтобы готовила хоть чуть-чуть. Если у тебя хоть какой-то трафик людей есть. Вот. Как они решают проблему обслуживания кофемашины? Засыпать дерна, или купить молока. Ну, ты же видел вот эти прессованные пакетики? Они просто заранее на заводе предзаготавливают тебе кофе, прессуют пакетики, как на спрессо, и это решает очень много проблем. То есть, чистку, обслуживание, то есть, это намного дешевле для них, и они тебе просто продают эти пакетики уже подготовленные, например. Ну, как одна из идей. Вторая, просто у них ездят челы, обслуживают машины. Они на себя берут обслуживание. И все. Ну, то есть, я как владелец какого-то заведения просто поставил машину, но просто мне, знаешь, как люди приходят, жмут кнопку и зарабатывают мне деньги. Вот как-то так это выглядит. У меня здесь много, конечно, вопросов. Я каждый день, помню, ходил в кафе. Что, если я хочу капучино двойной шот без там чего-то специфического сорт? все, тогда ты попал. Да, у нас в кафехе можно выбрать, какой кофе ты хочешь. Там, эфиопский, гладелупский, whatever. НТС делают, засыпят, помолят. Ой, я сейчас на тебя с панчем вернусь, подожди. Я объездил Европу недавно, ну, так как маленькую Европу. Ну, я в пульсе, да. И ради интереса в каждом кафе покупали мачалата. Это же, это же типа новая фишка, покупать какую-нибудь фиганю. Так вот, я настолько разного говна давно не пил. Не то, что там вкус похожий хотя бы между заведениями. Он абсолютно разный, и это всегда говно какое-то. Они стопудово покупают самое дешевое говно, как-то его бодяжат, и я понимаю, что лучше бы они купили что-то там уже, знаешь, полуфабрикат. Насыпали стаканчик в ней, я был бы счастлив. Но такого не происходит. Какие сраные Неспрессо. Да. Ну, а большой ассортимент имеет много проблем, на самом деле. Если мы говорим про заведения, когда ты можешь и так, и вот так. Это мы видим в наших больших проектах, когда там, а давайте эту фичу там вот по-разному будем использовать, и вот сяк, и вот так, и ты там такое количество ифов пишешь, что просто трындец. Ох. Ну, видишь, у тебя же ифы, когда мы говорим про кофе, все значительно проще. Просто досыпал, не досыпал, насыпал другого, как бы. Для бармена ничего не меняется, для баристы. Просто заказ немного другой, плюс чаевых могут больше оставить. А могут, да, могут побольше чаевых оставить. Но я подумал, что баристы, ну, с баристой же есть проблемы, его надо как минимум научить, иначе он будет готовить вот такой галимый мачалатэ, который пить невозможно, и только будет клиентов распугивать. Вот это вот самый большой минус. Сотрудники. С людьми их надо обучать. Вот если ты нейронку подгоняешь под какие-то параметры, то людей под эти параметры подогнать куда как сложнее. Потому что каждый там что-то с какой-то креативной своей штучкой придет. Да, но зато у тебя есть разнообразие. Вот у нас баристы меняются в кафе условно, ты приходишь, что кофе каждый раз немного неожиданный, немного другой. А если это будет машина, ты в принципе получаешь всегда одно и то же, скорее всего, ну, если только прожарка кофе была в дерьмовое или хорошее. Но в целом ты получаешь одно и то же и теряется разнообразие и вот этот эффект новизны, наверное. Знаешь, всегда новое приятное поначалу. Другой кофе, если он не говно, то ты такой, о, прикольно. А если это будет одно и то же, то ты захочешь посетить другого робота в какой-то момент, пойти в другое кафе. А там точно такой же робот, потому что не так много компаний, которые будут производить сто пудово. Да, да. Блин, а это косяк. Это на самом деле, вот мы нашли, кажется, вот то самое зерно, которое позволит людям как-то выживать в этом искусственном мире роботов. Ну, потому что они будут просто делать плохо и люди будут радоваться, типа, прикольно. Ну, я буду тюнить, ты же не забывай, они в какое-то моем зерно начнут делать хорошо. Да, я, кстати, подумал, если в автомат эспрессо добавить просто скрипты или какие-то, знаешь, типа, дополнительные паттерны из разных кофейн, просто поставить баристу и заставить готовить всякое, ну, одного бариста отцифровать просто, снять его цифровой слепок. И он будет приходить условно ты и говорить, а мне, пожалуйста, двойной капучино-латто без там кофе и вообще одного сахара мне насыпь. И вот он будет такой, типа, собирать, а робот будет смотреть и такой запоминать, ага, вот на такую команду вот такое вот действие. Я еще всегда задумывался над этим вопросом, а может ли робот с искусственным интеллектом самообучаться достаточно далеко? Ну, то есть, сейчас ты делаешь сетку под нейросеть под какие-то конкретные задачи. Ты ее тренируешь, подгоняешь коэффициенты, скармливаешь кучу там обучающего материала, но ты не можешь сделать искусственный интеллект прямо сегодня, который может и кофе делать, и картины рисовать, и музыку писать, и код писать. У тебя недостаточно ресурсов в компьютерах будет, у тебя недостаточно обучающего материала, потому что тебе надо собрать на все эти темы. Людей, которые могут подгонять коэффициенты, они должны разбираться в этих темах. То есть, я пока не верю, что у нас в ближайшее время, по крайней мере, в обозримое ближайшее время, появится условный альтрон из Железного Человека, который прям все может выучить на любую тему. То есть, ты говоришь, что Маск зря боится искусственного интеллекта и открывает компании. Ну, он чересчур рано боится искусственного интеллекта. Мне кажется, я, мне этот вопрос был интересен, я, мы как-то в прошлом выпуске про, там, эти квантовые машины обсуждали, и я понял, что цифровыми чипами нейронки учить это просто бред. Ну, нашими процессорами, которые, там, да, нет, если, или там, да, нет, или. Вот. И этими процессорами цифровыми учить нейронки, это просто мазохизм. Надо бесконечное количество ресурсов, надо отдельную, там, не знаю, ядерный реактор ставить, и вот просто на это мощи гнать просто. Так, кто-то пошел? Это из посылителя? Там Даша пошла. Распознал. Короче, но аналоговыми компьютерами, то есть, если делать аналоговые какие-то тренажеры для робота, дать ему какой-то, там, не знаю, способ обучения, то возможно, возможно, но это опять же, пока мы не пришли к этому какому-то девайсу для обучения роботов, но хотя все пыхтят вообще, вот смотри, там на NVIDIA, они там стараются, я сегодня видел, как они, они сейчас делают все цифровые песочницы, и в них учат искусственный интеллект. Так вот, они там пыхтят на своих искусственных этих песочницах, туда же бежит Apple, туда же бежит Маск со своими этими роботами, они все в цифровых песочницах пытаются учить, потому что так они могут контролировать разные всякие показатели, но все еще плохо. Ну, слушай, давай вот я тогда скажу, что я нашел Apple, давай, давай, и ты поймешь, куда же, где Apple это применяет, то есть Apple же в каждый свой процессор засунул эти и ядра, 2, 4, 100, неважно. И я не мог понять, как они их используют вообще. там подсказать, какую программу запустить на iPhone, в зависимости от того, какое время я что пользую, это не то чтобы большая задача. Я вчера подключал к MacBook внешнюю камеру. Достаточно хорошую, она умеет блюрить фон, там 30-кратный зум. И полезные настройки, если ты пробовал новую macOS, ты можешь подключать iPhone, вот я сейчас записываю тебе отдельно на iPhone, через OBS, ты можешь подключать удаленно и выбирать там портрет функцию, то есть фон замазанный, там Central Stage, это называется, когда если два человека отзумливают, подзумливают. И это работало только с iPhone. И вчера я это увидел для встроенной камеры MacBook. То есть нету Central Stage, потому что не широкий угол, но фон ты заблюрить можешь. Прям в любой программе, в настройках Apple. И вчера же я подключил не камеру, я подключил Cam Link и хотел захватывать другого изображения, компьютер изображения. И увидел там в настройках Cam Link. И сегодня я попробовал подключить говно экшн-камеру, нет под рукой, ну условно вот такую, она не умеет блюрить ничего вообще. У нее все всегда резко, эта же экшн-камера. И у тебя есть настройка блюрить. То есть вот эта штука, которая типа AI была в Zoom, в Meet, где они тебе фон блют, причем очень паршиво, Apple тоже решила сделать, по крайней мере, это первый шаг. И они используют свои чипы, которые для работы с изображениями, чтобы обрабатывать изображения с любой камеры. А-а-а, я начинаю понимать, как это работает. То есть скорее всего у них чип натренирован просто разделять, разделять просто слои. Он такой типа, раз, я разрезал слои, и дальше они уже могут со слоями что-то делать. Типа, хочу фон, хочу там глаза размывать. Блюри, так себе ты увидишь. Я вот сейчас на iPhone снимаю, использую эту фичу, а я четкий, красивый, фон размазанный, но края, знаешь, такие. Края такие, да-да-да. Смуз делает. Давай я сейчас отключу, чтобы разница появилась в кадре. То есть я вот убрал портрет, бам, фон стал резкий, включил, фон стал размытый. И вот Apple сейчас начинает немного использовать это. И я думаю, что это первый шаг. Они об этом даже не говорили еще ни разу, вообще. Об этом никто никогда не говорил, никто не объявлял. Я вчера просто увидел, попробовал, прикольно работает. Я думаю, что они будут в этом направлении двигаться, и я пока не очень понимаю, где они это тестят. Понятно, что у них есть вот эта цифровая песочница, где-то там в офисе, наверное, разобранная куча этих чипов лежит, и они что-то с ними делают и обучают. Но мне нравится, что Apple начинает это внедрять на как-то любительском уровне, на обывательском. Слушай, мне кажется, что ты так стихаря устроился просто в Apple, выкачиваешь из них там в этой версии, там ребята такие, ой, давай попробуем такой свечу, и Миша такой, давай. Ты там упоминал, я думаю, надо поговорить о программистах AI, это прям очень больная тема. Давай. Давай поговорим про... Я просто не в теме программистов AI, мне кажется, что они просто... Ну, Copilot это слышал. Про Copilot слышал, но мне кажется, что они просто... Мое предположение, как работает Copilot, они просто берут средний код среди всего того, что они есть на GitHub, отцифровали в базу, в Elastic положили, я пишу, и он просто по Elastic в этот момент ищет и мне подкидывает с напшопа до каких-то кодов. Ну, судя по отзывам, я сам не пользовался, у меня было желание, но меня не пустили в бету, и поэтому я уже триал-версию не стал пробовать, обиженный. Но пишут люди, что он отдает код, который реально просто код из других репозиториев. Да, он может, наверное, распознать, что ты примерно попишешь и подсунуть тебе нужный кусок кода, но это не кусок сгенеренного кода, это кусок кода, который украден в опенсорсе. И вот тут сразу проблема возникает. Python имеет ошибку 15 лет которой. Супер небезопасная, там, extract all, может любой файл на компьютере прочитать. Об этом 15 лет известно, естественно, никто это не закрывает, снова стала шумиха по этому поводу. Они выпустили просто предупреждение документации побольше, покрупнее, что алло, там все плохо. И дело в том, что Copilot подсовывает extract all. То есть, если ты используешь Copilot, то ты будешь получать как-то vulnerable, этот опасный код. Блин, я подумал, что таким образом можно делать атаки на Copilot. Ты берешь просто, создаешь триллион репозиториев каким-нибудь ботом, заливаешь туда какой-то сниппет на самую популярную операцию, например, когда ты пишешь forage, reduce, что-нибудь такое. И вот Copilot со временем начинает подсовывать твой костыль всем. Скорее всего, так и будет, потому что он определит, что много репозиториев, делающих плюс-минус одинаково одно и то же, особенно если будет там много звездочек каких-нибудь и пару форков, он такой классный репозиторий, буду код использовать. Я просто видел, как точно так же натренировывают и раскручивают Google нейронки, которые рекомендационные. Не видел никогда? Создают триллион каналов. Ну, я только эти, которые в Google Maps видел. Короче, создают триллион каналов, ну, какое-то большое количество, и начинают туда заливать 15-секундные ролики. Вот. Ну, там просто ролики однотипные. Вот возьмут с твоего канала, например, ролик, нарежут на 15 секунд и просто зальют вот просто такими снапшотами, просто огромный датасет на один канал, потом на другой канал, начнут сами лайкать эти каналы между собой. И со временем YouTube такой, блин, ну, этот чувак, он интересный. Если везде еще будет написано Миша Ларченко, они такие, ну, наверное, люди смотрят как-то много он там контента постит. И нет-нет, вот это говноролики, говносылочная роличная масса начинает продвигать твой основной канал. И вот у тебя миллионы просмотров. Но чтобы вот эту машину с автопостингом, я заметил, там просто бот постит каждый там минут 20 он заливает туда ролики. Он даже одни и те же ролики заливает. То есть он просто берет и раз в день перезаливает заново ролики туда. И оно реально работает. Алгоритмы Гугла вот быстро перестраиваются и начинают себя в рекомендации выводить. Так что не все честно в этом волоте ютуберском. Так что знайте. Это да. Давай еще пару тем. Если говорить про AI, кстати, программистов и вот эту всю штуку и ютуб, то алгоритмы, они же тоже как будто бы как будто бы AI. Понятно, что там сложная формула, она не обучается. Алгоритмы. Мы пришли к рекомендательным алгоритмам. Это тоже часть AI на самом деле, плюс-минус. Но она работает проще. Но я был удивлен. Я на самом деле был удивлен, потому что я сидел, гуглил, как делать рекомендательные сервисы сейчас. Это не вызывает какой-то трудности. То есть когда ты начинаешь понимать, что тебе нужен рекомендательный сервис, начинаешь понимать, что тебе нужно в твой сайтик допилить. Когда ты это все сравниваешь, понимаешь, что допилить-то вообще надо такую маленькую писюлечку, вот маленькую кусочек положить. А люди даже не вкурят, что там вот эта вот маленькая фича, вроде бы полезная, она реально на рекомендательный сервис только работает. Вот. А дальше у тебя обычный паттермейчинг. И даже не такой, который нужен нейронке. Это же все ложь. Для рекомендательных сервисов нейронки в целом не нужны. Тебе нужны графовые базы данных. Ну, ты же будешь делать поиск в графе. Вот. И графовые базы данных работают в этом плане очень быстро. И они очень простые. То есть, кажется там, типа, как же работать с графами? Да, если я вот такой вот Node.js разработчик, для меня просто я копирую какой-то magic код, тыкаю палочкой, смотрю, как он там реагирует. И оно оживает очень быстро. То есть, в реальности быстро это все делается. Так вот, у Netflix более 30 рекомендательных сервисов один на одном на слайоны. Чтобы ты там нон-стопом смотрел вообще все, все сериалы просматривал там за вечер. Ну, Spotify, наверное, тоже. Слушай, я сейчас перешел на Apple Music, я прям вижу, насколько рекомендации Spotify сильно лучше, чем Apple Music. Прям в тысячу раз. и все делают. Интерфейс там вообще все лучше. Но в целом еще такая штука, что там не только граф в базе данных, там еще снапшоты используются. Я слушал доклад, как работает Shazam. Они же делают, получается, фингерп... Ну, снапшоты, они делают, как это называется, не фингерпринт, или фингерпринт, наверное, песен. И затем, когда оно сравнивает, или тебе что-то рекомендует, оно смотрит схожие фингерпринты. То есть, тебе надо музыка похожего темпа или типа... Давай для людей я чуть попроще скажу. Shazam из песни вычленяет мелодию. То есть, он вычленяет, во-первых, ритм, во-вторых, мелодию. И это какое-то конечное число, это как хэш-код. То есть, по итогу, это какая-то длинная строка. И вот он по этим длинным строкам может легко сравнивать в базе данных, как индекс получается. И когда Shazam слушает... Да, он делает бинарный поиск потом. Да, он ищет индекс, и потом вот просто эту строку кидает в базу. Поэтому он не целыми песнями и кусками шумной всякой фигни кидает туда. Поэтому... Причем там еще такая штука забавная, я расскажу, что она не связана с AI, но чувак, который рассказывал доклад, он к этому сам пришел. И он этот выложил код open source, и Shazam, вернее, ему написали и сказали, что они его засудят, если он не дарит. Он сказал, так я же сам придумал. Они такие, сорян, это наша технология. Кофец. Он голландец, он хотел с ними судиться, но у меня жена была беременна, сказал, если ты проиграешь, мы останемся без денег, завязывай, удаляй. Блин. Кофец. Но я не верю, что искусственный интеллект заменит программистов. Ну, то есть базовый какой-то уровень нарисовать интерфейсик на реакте он может, наверное. Может даже цвета применить, бордер-радиусы, там еще какие-то. Но если мы говорим о сложном бэкэнде, условно, но JS-овом, где надо много бизнес-логики, вот эта вот та часть, в которую AI не залезет в ближайшее время, то не скоро. Ну, бизнес-логику он не сможет сделать, но, как мы говорили, только в одном случае AI может заменить программистов, если все кусочки, ну, будет длинный-длинный пазл, как мозаика, и он просто будет из мозаики собирать какие-то там новые приложения. Но для этого интерфейсы коннектов должны быть одинаковые у всего. Шины одинаковые, и тогда AI что-то может. А так он, конечно, обосрется. С тем количеством говна и костылей, которые мы каждый день там подпихиваем, поддерживаем. Подождите, подождите, не падай, не падай, не взрывайся. Знаешь, где только полезные AI, тут про Копайлот говорят, если тебе надо писать тесты, так как он может написать тесты для твоего кода, код же у тебя уже есть, и тесты писать просто, он может тебе помочь с написанием тестов. Блин, я такой шутки не видел. Слушай, погнали, сделаем стартапный AI. Какой? Тестописательный? Да, тестописательный. Если вы когда-нибудь ребята слышали, есть такие ребята, называются, по-моему, у Netflix как раз таки, Rage Monkeys, у них какой-то Monkey Army, вот, которые просто крэшат им приложение всяким рандомным способом. Вот я думаю, AI здесь справится очень хорошо. Делать такое дерьмо вообще непредсказуемое. Ну да, в принципе, главное ему скормить кучу возможных вариантов. Я думаю, он спокойно может новые варианты придумывать прямо на ходу. То есть, ты тыкаешь в кнопку, он такой, о, в кнопку, а я буду тыкать в пиксель где-нибудь. Это смешно. Не сломайте сайт. Ну смотрите, в целом, в целом, что мы имеем на сегодняшний момент, пока мы с Мишей тут разговариваем, что в разработке может заменить AI? Он точно может заменить бизнес-аналитика. То есть, если он может генерить тексты и песенки, почему бы не генерить спеку для приложений? Вот. Посмотрел 10 подобных приложений, написал среднюю спеку по фичам. Вот такой, типа, вот эти фичи мне нужны. Плюс-минус то, что вы хотели. Он в целом может заменить графического дизайнера. Если вам надо подобрать тему, там, например, красненькую, желтенькую, он в целом может нагенерить какие-то снэпшоты сайтов или мобильных приложений, где вы можете какую-то цветовую палитру посмотреть, попробовать. В целом, он может вам и логотипы, и дизайн нагенерить. По крайней мере, Лебедев за это уже деньги берет. Вот. У него там Петрович или как он там... Да, там нормально гребет. Но я подумал, это же гениально. Вот в этом же вся проблема этого ролика. Что те кейсы, где мы рассказали, что есть AI, владелец AI просто дает его в рабство. Этот чувак не способен уйти из этого в рабство никогда. И он просто гребет в обло такой, дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай. Мне нужнее. Вот. А вы становитесь менее конкурентоспособны. Ну, короче, дизайн генерит уже нейрон. Вот. Тестирование мы точно можем генерить, по крайней мере, со слов Миши. Я доверяю. Ну, я точно понимаю, что это гипотетически можно сделать, тем же Купайло, там только тестировать. Ну, Купайло тебе будет подсказывать тесты, да, просто и все. Из тех, что тысяч репозиториев, что он сочетал. Да, да, да. Ну, еще делать какое-то дерьмо он может. Например, Wi-Fi выключать, там что-нибудь, как-нибудь ломать. Вот. То есть, в целом, мы видим, что остается только один кейс, саму бизнес-логику нам нужны программисты, чтобы программировать, и то они уже теперь на Купайло эти программируют и вставляют туда уязвимости. Мне недавно рассказали кейс, который про медицину очень классный. А что, если у тебя есть снэпшоты того, как меняется твое здоровье? То есть, у тебя есть какой-то эталонный, например, снэпшот. Вот, типа, так бы я хотел себя чувствовать, а у тебя есть снэпшоты изменения твоего здоровья. То в целом, нейронка могла бы подсказывать, что поесть, тебе не калории считать, а в обратную сторону. Типа, сходи, поешь вот этого, чтобы ты был более здоровый. НЛП, да, это наша речь. Нейронки это уже умеют делать очень хорошо, очень много всего есть, и они все примерно одинаково работают. То есть, эта тема хорошо изучена, и на ней можно делать много всего. Вот. Но я никогда не слышал, я лично, про Quantum Computing with AI. но, видимо, он развивается. Делает невероятные вычисления, чтобы подкинуть вам рекламу какую-нибудь очередную. И я никогда не слышал про... Компьютинг. Да, я никогда не слышал про AI, который ает, который про мир умных вещей. Вот, я там слабо представляю AI где-то там. Ну, возможно, возможно, там тоже что-то можно сделать. Но вот там, где все, что касается аналитики, какой-то предиктивности, предсказаний, гаданий на картах Таро, AI просто великолепно может справляться. И все. И остальные вещи, которые тут подсвечены, фуфло. Короче, самое главное... Подожди, вернись назад. Давай. В health care еще AI используется для определения потенциальных же болезней. Тот же Apple так делает. Потенциальных болезней? Я не знаю, делает ли это Apple. Вот я сильно сомневаюсь. Делает, делает. Он может детектить типа по изменениям твоего давления, например, температуры и всего остального. Но сейчас они сделали акцент на менструации. То есть он может там что-то определять, предупреждать, что она начнется раньше, позже и так далее по изменениям температуры и крови. И если говорить о умном доме и искусственном интеллекте, то самый банальный пример, его уже давно все пытаются сделать, ни у кого не получается, это определять, чего не хватает в холодильнике и сообщать тебе о том, что надо купить. Я вижу большой рынок. Давай сначала будем отцифровывать людей. Пускай они хотя бы будут сдавать какие-нибудь анализы. Будем видеть, что им не хватает в организме. От этого будем делать предиктивный анализ того, чего не хватает у него в холодильнике. И будем это сразу закупать на Алиэкспрессе или на каком-нибудь сервисе доставки, который будет роботами доставлять. Полная автоматизированная цепочка обслуживания людей. По крайней мере не умрут. Вполне реальная, кстати. Ну да. Вполне такой бизнес-кейс. Все, короче, закрываем ноутбуки и идем делать бизнес. Без ноутбука не сделай, что-то и проблема. Сказали один кейс, который я вот задумался. Есть болезнь, которая ведет к слепоте, предположим. У тебя какие-то палочки в глазах умирают. Так вот, чтобы эту болезнь как-то держать в узде, тебе надо каждый год ходить к врачу. Неожиданно, но на миллион жителей каждый, ну, каждый десятый болеет такой болезнью. То есть, ну, это какой-нибудь там сахарный диабет второго уровня. Вот. Но он ведет к слепоте, вот просто по прямой дороге. и чтобы ты не ослеп, тебе надо каждый год сдавать анализы у глазного. А глазных врачей профессиональных их немного, и на общую кучу людей их не так много, чтобы обслуживать, например, с 10 миллионов города, ну, миллион людей в год. То есть, это сколько людей в день на одного врача. Ну, и короче, нейронка здесь может помочь. То есть, ты просто делаешь снимок, тебе просто нужны аппараты, которые делают снимок, как фотобудки. И она может тебе говорить, там, у тебя хуже, у тебя лучше, у тебя все стоит на месте, все отлично, ты можешь дома это делать. Вот. Плюс-минус. Короче, про здоровье, я думаю, у нейронок мы еще увидим всякие прорывные штуки. Обязательно. Дрипы, это огромный тренд. Смотри, какой большой тренд. нейронки с чипами, ой, то есть, процессоры с чипами искусственными и без чипов. То есть, если мы не будем пользоваться чипами, то уже в этом году производительность реальная наших телефонов и компьютеров ну, не будет так сильно расти. Ну, все, она уже, наверное, доросла до максимума. Плюс-минус. Но если мы начинаем внедрять чипы, мы видим, как график начинает подниматься вверх. И сейчас только 5% процессоров и всяких платформ внедряют чипы внутрь. то есть, Apple, наверное, впереди планеты вот там идет. Но это же тренд. Их станет больше. это обязательно тренд. Да, это действительно тренд. Google со своими процессорами, как они там, Tensor, Tethys, я уже не помню, как они называются, они такой подход делают. Intel же стала тоже вставлять, вставлять, вставить. Я думал, у Intel уже умер. Да, но у Intel, помнишь, был проект, который позволял тебе изображение и звук улучшать? То есть, Nvidia, Nvidia, сорян, Nvidia был, не у Intel. Nvidia был проект, программа на Windows, которая позволяет тебе, там, не знаю, вырезать тебя с фона, например. Ну да, было такое. Вот. И они начали тоже внедрять вот эти AI, ну, у них не ядра, но возможность обрабатывать искусственный интеллект на уровне GPU, прям внутрь. И Intel свои процессоры ставит, они уже объявили по-новому эти, там, 12-го поколения, наверное, они процессоры, там тоже есть выделенное что-то под AI. То есть, все в этом направлении двигаются, потому что ты прав, это сказал глава Nvidia, что больше закон Мура не работает, мы больше не сможем видеть, как быстро будут расти ядра и увеличится количество транзисторов, и поэтому вам надо привыкнуть к тому, что... Как чипы растут, количество чипов в вашем телефоне. Это мы видим у Apple, да, чипы растут прям, физически. Но в том плане, что производительность больше 2x не будет. То есть, мы уже, как ты говоришь, уперлись почти в потолок, и теперь движение будет медленное, а цены будут расти быстро. Да, поэтому мы получим практически на 40% вырастут количество процессоров с AI в наших телефонах. А это приведет к чему? Мы получим новые какие-то фичи, и вообще получим новые какие-то тулы для того, чтобы мы могли это использовать в своих каких-то программах. И кейсы, которые раньше требовали там крутого инженера, который должен во всем разбираться, AI, как там тренить, и так далее, не такой большой будет на него спрос, потому что эта вся ниша придет на бытовой наш программерский джаваскриптовый уровень, и мы сможем многое, я думаю. Особенно в AR, прикинь, как AR поднимется. Это же капец. Уф, очень сильно. Потому что тебе надо, чтобы опять-таки искусственный интеллект, чтобы разделять там то, что ты видишь в кадре условно. Да, и дорисовывать. Apple, я думаю, уже умеет. Ну, а в ближайшее время я думаю, что это просто перескачет и игры какие-то. Плюс еще, я думаю, AI, я видел на конференции тоже NVIDIA, по-моему, они в играх дорисовывают поверх всех изображений, когда ты уже там, у тебя мощный комп, ты там, все директы, повключал DirectX на максимум, там, Vulkan, ну, короче, все, все, что можно, ты на максимум выкрутил, и они умеют частицы дорисовывать, какие-то мелкие, там, огонька, там, вообще просто какие-то красивые, уже нейронкой дотюнивает дальше. Вот. То есть, я думаю, для игр мы увидим еще более реалистичные, более красивые игры. Хотя, как мы говорили в предыдущем видео, вот эта виртуальная реальность будет говном. Вот. Так что, нормальные игры будут тюниться, а VR будет говном. Кстати, небольшая вставка про виртуальную реальность, пока ты не пришел. Walmart открыл магазины в Roblox, для того, чтобы продавать товары детям прям в игре. Блин, какие они, ну, хотелось сказать пиндосы, но, ну, давай так и скажем. Да, да, да. Ну, я просто помню, как дети фанатеют от Roblox, это ж трындец. То есть, я ходил, я был в шоке, так, типа, серьезно, насколько нужны эти фигурки, серьезно, как-то так монетизируется. Заходишь в Roblox, а вот, мое детство было тоже похожее Roblox, он назывался редактор карт от Warcraft. Вот. Да, да, да. Вот, а сейчас это целая отдельная индустрия Roblox, вот, раньше вы мне фигурки Warcraft продавали, я, конечно, тоже покупал. Вот. 50 миллионов пользователей ежедневно в Roblox. Ой, это, это очень больно. И, и знаешь, что там в команде, наверное, человек 50 работает или меньше. Дальше мы видим, что AI сам по себе это уже рынок, на котором люди уже торгуются, зарабатывают и внедряют это везде. Ну, например, тот же Image Recognition, он же в большинстве случаев происходит на сервере. То же самое с видео, да, если ты пользовался там Watch или так далее, какими-нибудь приложениями, которые тюнят там ролики, они изначально выгружают какую-то карту твоего ролика на сервер, там делают предобработку фильтрами, и потом тебе скидывают уже на тренированную нейронку под это видео, и тебя локально еще там что-то дообрабатывают. Это идет через плюс-минус сервер. Вот. И на это есть спрос. Есть спрос у социальных сетей, есть спрос у Марка Цукенберга, есть у Pinterest, у всех. Все хотят что-нибудь тюнить с видосами и картинками. Поэтому, я думаю, мы увидим невероятные превьюшки на ютубо-бирских роликах в ближайшие пару лет, которые будут еще миджорниями и вот этими дибди нагенеренными. Ух. Прорвемся. Плюс люди продают сами алгоритмы. То есть, если ты смог натюнить нейронку, решать какую-то очень узкопрофильную задачу, но которая требует реально большого количества людей, например, как я рассказал с глазными врачами, да, вот. Ну, их на рынке много ты их не сделаешь, потому что 7 лет учиться в МИЭДе, потом еще что-то, потом практика, а потом только работать можешь 10 лет. Вот. Нейронка в этом кейсе, конечно, спасение просто невероятное. Вот. Плюс есть еще, как я говорил, предиктивные штуки и вот эти всякие тексту что-то, да, тексту имейдж, тексту видео. Ну, я думаю, вот, когда ты вводишь просто как Google поиск, ну, типа, нейронка сделай мне, и текст там написал, вот этот рынок, я думаю, он будет просто максимизироваться и расширяться, и мы получим новые профессии, людей, которые умеют с этим всем пользоваться. Как музыкант, только писатель текстов правильных для нейронок. Вот. Эти рынки растут, и они перепродают, и просто посмотри, как, то есть Америка вообще вот там впереди планеты всей, а на третьем месте Индия, прикинь, казалось бы. Вот что они там могут своими индусскими ручонками. Вот. Могут много. Слушай, у меня есть вопрос. Я вижу там текст query of images. Это подразумевается генерация текстовой информации по изображению? Наоборот. А, генерить изображение по... Текст query of images. А, не, ну, по формулировке ты правильно говоришь, что мы из изображений получаем текст. Но я это думаю... Я знаю, где это уже прямо сейчас есть. Где? В Инстаграме. Если ты зайдешь в Инстаграм через сайт и нажмешь на любые фотки правой кнопкой inspect код и увидишь там описание тега alt и поймешь, что это генерится искусственным интеллектом. Блин. Ну, то есть, можно в целом Инстаграм использовать, чтобы он там генерил этот текст и вырезал и все. Вот такой сервис. Да, да, да. Ну, там текстов порядка, знаешь, предположительно улица, два человека и часы там, например. Такого плана. Да. Но все равно, обычно четко. Я думаю, этого достаточно, чтобы уже как-то там что-то подсказывать, когда ты можешь какие-то показатели... Ну, по сути, мне для программы нужен какой-то ввод, да, чтобы как-то программа дальше уже бизнес-логику прогнала. Ну, любой. Пускай это массив тегов. Я уже могу что-то с этим делать. Если нейронка может эту вот всю кучу информации предобрабатывать, великолепно. Такой ластик-серч, только наоборот. Прикольно было бы. Чайна 92% меня сейчас смущает. Да, но я думаю, чайна обгонит Америку, потому что сейчас они... Как можно обогнать 100%? Ну, если суммарно сложить, ну, прикинь, то намного больше, чем 100%. Вот. Да. Я думаю, что просто чайна догонит, потому что у них есть рынок, а для нейронок и для всяких современных кейсов тебе нужно и железо, и нейронка, и какие-то эксперименты с гаджетами, со всем остальным, я думаю, в Америке это все равно долго. Даже в Индии и Чайне ты можешь намного быстрее экспериментировать, если ты знаешь, что ты делаешь. Вот. Но неожиданно есть Германия, что тоже неплохо для нашего рынка. Вот. Это на самом деле все, что я нашел про нейронки на своем бытовом уровне. Вот. Я, я честно был шокирован вот этими устройствами, которые используют нейронки только для узких кейсов, просто определить, где, чего, куда, и дальше уже действовать. И создание целых девайсов, которые заменяют большое количество людей, на которых огромный спрос. То есть, я думаю, бьюти еще шотнет нейронками очень сильно. Это вот... Обязательно, обязательно. Я никогда не думал, что этих ребят кто-то будет щемить. Вот. Ну, типа, зачем их автоматизировать? Вот. Ну, типа, есть реально такая потребность? Я думаю, там не то, чтобы щемить, просто у кого-то возникла необходимость рисовать много на ногтях условно, да? И они сделали себе робота с искусственным интеллектом. Интеллектом. Илон Маск? Где Илон Маск? Это нейронные сети рисует Илона Маска. Да, да, да. Это дефейк. Блин, было бы смешно через год снять дефейковые ролики. То есть, ты собираешь себе дефейк, я собираю дефейк, и мы так общаемся. Надо с... Можно обмануть это все, поставить снапчат камеру, я был бы там бананом, это огурцом. У нас бы был разговор банана и огурца. Ох, это же современные тренды. Давай вот последнюю тему поднимем. Вот этот вот как раз дефейки, бананы, и все, что происходит со СМИ и новостями. Ну, помнишь, там Трамп выиграл за счет Фейсбука, да? Мы говорим, что он выиграл. Вот. Но в любом случае фейкать новости, фейкать людей, фейкать образы, там, спикеров и так далее, это вышло на какой-то невероятный уровень. Просто за каких-то, там, 3-4 года, и мы такие, вау, 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 уже очень реалистично. Если ты не знаешь, куда смотреть, ты никогда не догадаешься. Что ты думаешь? Это будет большая проблема, огромная, причем она опасна скорее для известных людей, нежели для обычных. То есть, понятно, что обычные могут поверить в дипфейк, и это может быть проблемой, но большая проблема будет для того, дипфейк на кого сделали. Потому что ты не знаешь, что там скажут, возможно, тебя подставят, возможно, подставят твою страну, возможно, войну начнут, потому что два дипфейка, один условный Путин, второй условный Трамп, поругаются где-нибудь в интернете. Это такое будет, а дипфейковые новости, ну, с этими проще. Уже сейчас есть сайты, генерирующие эти новости, ну, не генерирующие, а где люди пишут эти прикольные новости, знаешь, не настоящие. Мне кажется, большинство людей, по крайней мере, могут уже отличать, где фейковая новость, где не фейковая. Но не все. Я думаю, очень маленькое количество умеет. то есть, я пару раз ловил себя на мысли, когда этот фейковые новости репостили, я такой, ну, ничего, я себе. Потом мозгом каким-то дальним, там, додумывал, что, а, блин, ну, это же, я знаю, что это сайфейковые, такой, ну, тогда ладно. Ну, то есть, если бы я не сдал, оно, когда так, оно набирает обороты, репосты, там, лайки, ты хрен знает, ну, наверное. Хотя, да, еще же люди сейчас тупеют, надо же подумать, что человек сейчас, он не такой, ему не надо так много знаний, чтобы жить хорошо сегодня, как надо было раньше, и люди становятся глупее в целом, не в какой-то сфере своей, в которой они там разбираются, а в целом. И получается, что вот такие вот фейковые, дипфейковые новости, или дипфейковые бирдосики какие-нибудь, на этих людей будут действовать в будущем прям очень плохо, они будут верить, я думаю, будут более доверчивые люди в будущем. Мы еще пострадаем из-за них. Ох, тогда я думаю, что Маск правильно делает, что развивает OpenAI сейчас, и борется с AI уже сегодня, потому что доверчивых людей надо спасать, потому что на бытовом уровне, на самом деле, я честно замечаю, как меняется рынок, ну, то есть, если мне, например, три года назад, или четыре, было непонятно, то я сейчас понимаю, что, окей, если я владею нейронкой, то обычный человек со знаниями со мной уже не посоревнуется, я просто его ценой и чем угодно, просто перформансом задавлю, вот, плюс с новостями, если я там как-то, а, фильтровать, какой, нету же AI-блог, фейк-ньюс-блог, или там как-то, ты же, это отдельный рынок, сделайте фейк-ньюс-блог. Да, надо писать уже. Тут тоже никак это не сделалось, то есть, на самом деле, мы приходим к тому, что, если раньше у людей было большое доверие к интернету, большое доверие к технологиям, то сейчас мы можем увидеть, как люди будут, знаешь, в Симпсонах был такой эпизод, когда напали инопланетяне, они там бегали, боролись с ними палкой с гвоздем. Да, 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 вот, то мы можем получить, что люди будут бороться с нейронками, и просто не понимая, что куда как, просто там ломая, как 5G-вышки. Боролись же с 5G, он же вызывает рак, вы не знали, а носите телефон с собой, все, вам долго не прожить. На этих фейковых новостях и будем заканчивать сегодня. Что ты хочешь сказать в конце, Миша? Давай, какую-то мотивирующую фразу. Я могу в конце сказать, что скоро каждый в своем кармане сможет генерить дипфейки. Каждый сможет использовать искусственный интеллект, и главная проблема в том, как мы будем это использовать, и надеюсь, что мы будем использовать в хороших целях, хотя определенно уверен, что будет использоваться в плохих. Так что, be aware, будьте аккуратны. Be aware. Bye. Пока-пока. Чик. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok